Масса, которая передается, конечно, по длинным костям, в землю не упирается. В чем дело? А вы совершенно правы. Там вот такой толщиной жировой покушкой на подушке. И это совершенно необходимо. Дело в том, что здесь в кисти сустав из 17 костей. Здесь суставы соединены 17 костей. Так, ну, представьте себе, что будет, если вот так идете на 4, и вот сюда по полкам. А понятно, что у вас все кости разложились. И ваш конечность вышла из того. Поэтому у всех милетов ладонь, эти пятки, это очень жирное место, как это ни странно. Там порядочный жировой амортизатор. Но поскольку слом много тонн весит, то и точно амортизатор, как нам придет. Ну и теперь давайте в Кузовом музея. Все здесь собраны самые разные астеологические коллекции. Коллекции по своему материалу. Здесь мы с вами сегодня будем работать. И задачка наша будет следующая. Разобраться с телевизором. Мы с вами позвоночные. И, соответственно, наши с вами простые. Мы начнем вот в чем. А ну-ка давайте, младшая практика. А зачем вообще нужны скелеты? Какие задачи они выполняют? Движение. Да. Склассно. Вы назвали две. Опоры и движения. Опоры, это ясно. Кость твердая, да? Может служить опорой тела. А почему скелет склона не ходит? Может, для него дать дышит. Да. Так вот, какое отношение скелет имеет движение? Почему выделяют действительно опорный двигатель? На скелете право точкой крепления. Правильно. Только как не точки, а широкие площадки. Представьте себе, что я решил повисеть на потолке. Так. И на ноги кончики пальцев вот так вот. Суперклей. Взял лестницу, приставил, залезли, вот так вот прикреплен к потолку. А лестница ногой... Чего произойдет? А может, что ли заторвался? Не пальцы, а кожи оторвались. А почему? Потому что, что вы в ладони. Правильно. Вся нагрузка упала на такую малюсенькую площадку. Так это конь не будет. Ну, я человек упрямый. Да, я взял все ладони из ног, с ног с упреклением. И вот так прикрепился. Вот теперь я с ногой сидел. Да. Да. Увлечился площадку. А теперь берем сильное мышцу и прикрепляем кинулся. Если точка прикрепления маленькая, мышца обратилась, усилие большое. Что порвется? Мышца порвается. Нет, оторвется. Оторвется правда откуда? Оторвется сухожилие от кусты. Сухожилие – такой тяж, ну, грубо говоря, веревка, который ведет от сократимой части мышцы к костям. Значит, задача мышцы – сократиться, а сухожилие передает нагрузку на скеллипс, тянет кусты. Голова не плохо, если бы запомнили такую простую вещь. Нет мышц, которые умеют толкать. Здесь все мышцы на свете умеют только тянуть. Хорошо, тогда скажите, пожалуйста, я могу взять вот это, толкнуть порву? Конечно. Могу. А как же так? Ведь мышцы толкать-то не умеют. Вот здесь вот мышца, она тянет, срезанет от подвига. А другая мышца снизу не тянет. Хорошо, хорошо. Смотрим вот на это. Я согнуть руку могу? Где должна находиться мышца, делающая вот это движение? На внутренней поверхности плеча. Так? Значит, одно сухожилие прикреплено вот к этим костям. Поскольку здесь сустав, если мышца противность, то веревка тянет эти кости вверх. А два сухожилия неподвижно закреплены вот здесь. Неподвижная точка крепления мышц называется голова. Ну и по латыни цепус. А кто знает, как будет два по латыни? Би. Бицепус. Бицепс. Значит, сгибатель предплечья. Вопрос. А разогнуть руку с усилием я могу? Да. А где он расположен? Вот здесь. Значит, он тянет вот за это плоттевое отросток предплечья, поднимая его вверх. Отросток ставит ползу. Поэтому если его поднять, то рука разогнется. Вот так во всех скелетах. Мышцы всегда стоят парами. Один сгибатель и обязательно разгибатель. Идея понятна? Да. А только идея у нас пальцы должны были быть одноразовыми. При рождении вот так согнули пальцы, ну и все приятно. Да, было бы не вот так. Потому что та же самая мышца взять и разогнуть сустав не может. Надо с другой стороны делать. Мы начнем с рассмотрения общей конструкции. С чего вся игра началась? Да. Кто знает, какие позвоночные возникли с самыми первыми? Ну, динозавр. Ну, спасибо. Динозавр рыба, конечно. Ну, если уж совсем, совсем серьезно. То даже не рыба. А похожие на рыб существовало, которых еще не было челюстей. Так, серьезная наука, выделяет их в отдельную группу, бесчелюстная. Кому интересно, после лекции я вам покажу немного, она в нижнем зале. Такой монстр. Ну, представьте себе. Значит, на самом деле хищник. Ну, а как же можно... А у нее там круглый рот, и там мышцы, они просто загибаются, а в результате круг сужается, и там зубы, они полугольные. Ртовая присоска, причем у крупной морской меноги она вот такая, а на внутренней стороне присоски огромное количество очень острых роговых зубов. А плюс к этому, когда она присосалась, у нее изо рта выдвигается жесткий язык, роговые зубцы, на котором расположено, вот так вперед торчат. А мышца обвита вокруг языка, в спирали. Что будет с языком, если эта мышца кратится? Он вот так начинает обвиться. То есть, менога, это плавучая буровая установка. Подсосалась и начинает бурить добыча. Вот это самые древние, ребята. Но их осталось всего-навсего две группы, меноги и миксины. От них еще исключительно давно, в конце Ордовика, происходят две разные команды роговых. Они не родственники друг к другу. Потому что одна команда происходит от одних бесчестных, а вторая от других. Первая команда, это акулы и скаты. Значит, у них скелеты не из костей, а из другого материала. Из крещения. По этому акулу, скаты, химер, относят к крещевым рыбам. Вторая команда, это костная рыба. Еще раз, очень часто неверно говорят, что более древние крещевые, а от них происходит костная. Это не так. Значит, вы же не происходит от своего двоевного брата. Нет, вы, конечно, родственники, но предки у вас разные. Значит, костная и крещевая рыба, они, конечно, родственники, но это самостоятельная группа. Мы пойдем посмотреть, как построены рыбами. А вам будет видно, что эта крещевая конструкция будет в любом верхом стиле стерпи. Один из участников команды, самая скоростная рыба нашей планеты. Да, это барусники, меч рыбы, мэрлина. Обратите внимание, у них у всех череп кончается вот таким очень длинным и наиболее. Мы зачем уменьшим? А как, чтобы обрискать? Да, да, да. Их поменьше, кубик, конечно, не охотиться. Но как вы будете внимательно представить себе, что рыба охотится, используя свою лечку? Сразу было, молдавил, добычу и садил на лечку. Классно, а то, сказать, про череп. А как ее с ней? Да, 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 именно так. Друг, друг, шикарный. Значит, разумеется, это чисто гидродинамика, приспособление для развязания воды. При этом обратите внимание, спинной плавник куда-то двинулся, к хвосту или к голове? К голове. Значит, и если она откроет спинной плавник, то окажет, что он узкий, серфообразный. Так, значит. Это вот так? Да, да, да. И очень особая хвосты. Но здесь на скелетике не очень видно. В нижнем зале, на чучелке. Вот это самое быстрое плавство. Парусники развивают чуть выше 100 км в час. Подводный лод, который строят лодка, сейчас с такой скоростью, водой плавать не умеет. А парусники вполне себе. Чутик выступают и Мерлина, и Мечерин. Это у нас с вами, как у нас. Вы учтите, что человек это 125-й вариант. В общем, вариант достаточно технологичный. Значит, наши предки 5 млн лет назад стали на две ноги. И в результате мы огрекли целую группу проблем, которых у остальных зверей не было. Но поскольку это проблема есть у всех людей, мы считаем их нормальным. В частности, родовую муку. Ведь у остальных животных просто нет. И быть не может, не должно быть. А при нашей с вами конструкции, что-то неизбежно. Потом разберемся, в чём. Давайте, парусников серии, ну там, на верхней полной. Ну, или можно вот эту америю посмотреть или иную рыбу. Теркану памятную, кажется, нахоже видно. Скажите, основной деталькой скелета что является? Позвоночник. Позвоночник, разумеется. Гринная, дикая, но при этом очень жёсткая, продольная ось тела. Основные детальки позвоночника называются позвонком. Значит. Ну и давайте перейдем, какую задачку будут иметь позвонки. Позвонки. Ага, попробуйте собрать ногу из позвонков. Да? Да. Самые сильные мышцы в телах всех позвоночников. Где стоять? Кстати, у вас они тоже самые сильные мышцы. Да, мышцы спины. Разумеется, спина намного сильнее, чем руки виноваты. Да? Значит, мышцы спины крепятся как раз-то позвонком. Хорошо. При этом вдоль всего позвоночника со спинной стороны идет важнейшая деталь нашей управляющей системы. Кто знает, как и позвоночник, спинной мозг, конечно. Спинной мозг, который соединяется с передним расширением спинного мозга, а переднее расширение в свое время заработал манию величия. Ну, в принципе, мой мозг был. Это просто. А передний конец стал раздуаться, раздуаться, раздуаться. И что раздавался? Головной. Головной мозг. Головной. Прежде, до сих пор, у абсолютно всех. Какой мозг главный? Сменной, это или головной? Конечно, стены. Головной занимается всякими пустяками. Типа мышлением, эмоциями, планированием. Скажите, я сейчас понял, кто будет думать, планировать, чувствовать? А, да, а жизнеобеспечение? Предки. Потомки. Потомки? Надо же сразу знать. Хотя, если вы разное существуете. Ребята, все основные функции жизнеобеспечения. И, кстати, движение ваше тело позже. Связано как раз с темным мозгом. Все мышцы вашего тела, как за исключением, ну, там, исключение, яйцо, забил, как они так работают. А все остальные управляются нервными предками и спинной, и мозгом. Головной мозг просто не имеет связи с мышцами. Так что, пожалуйста, не считайте, что головной – это круто, а спинной – это отсюда. На самом деле, скорее, наоборот. Хорошо. Знаете, вот такую важную систему защитить надо. Нервные предки – это просто страшно. Надо. Чем защищать их от вас? Череп вам спинной мозг? О, где? То есть, череп у вас вытягивается вдоль спины. Кстати, а что у вас подвижность спины при этом происходит? Да не уменьшается. Вы понимаете, что у вас сейчас шпага платит? Да? Ну, теперь, в том числе, в одном у нас. Угу. Совершенно верно, Коль, совершенно верно. Вот смотрите, каждое длинное позвонок, как в сторону. Это такой цилиндрик костяной, из которого в сторону спины растет костяная колечка. И что проходит внутри этого колечка? Мостяная мозг. Так, растяная мозг. Вы взяли, соединили речевыми подушками позвонки и получили систему колечек. Над телами позвонков. Вот это и есть спинно-мозговой канал, защищающий спинной мозг. Итак, позвоночник. Сделаем. Теперь, куда будем прятать, получившую маме величие, передний, конец и новую мозгу. Но это тоже череп. Череп, правильно, правильно. Создается коробка. Куда это дело спрячено. Ну, а теперь скажите, пожалуйста, какая главная задача у черепа? Звоночник. Ребята, не защищать, не оживать. Самая главная деталь черепа, конечно, челюсть. Вот череп, крокодил, видите? Да. А как думаете, какого размера у него головной мозг? Две пальчиковые батареи. Вот такой череп и вот такой мозг. Это вовсе не защита головного мозга. Это, во-первых, челюстной аппарат. А во-вторых, защита для важнейших органов чувств. При помощи таких органов чувств, зверьё и люди могут воспринимать сигналы на расстоянии. Глаза, раз, два. Три. Дистантная система. Зрение, обоняние, смысл. Где все эти органы раскладываются? На голове. А точнее, в специальных углублениях черепа. Дело в том, что это очень сложная и очень тонко работающая конструкция, которая нуждается в очень серьёзной защите. Так? Вот основные задачи черепа. А теперь давайте смотреть. Череп вот там, позвоночник должен. А есть ли ещё какие-нибудь скелетные детали? У рыбок? Ну да. Какие? Вот тут. Плавники. Только теперь давайте смотреть, вот, внимание, с этого места, если хотите разобраться с скелетом на демона, в частности, а с скелетом на человека, вот с этого места повнимайте. Плавники тоже разные бывают. Вот на ту самую меч рыбу смотреть. Значит, есть плавники, которые идут прямо вдоль позвоночника. При этом плавниковые лучи, которые торчат из тела, и между ними плавниковая плёнка натянута, внутри тела имеют продолжение. Таково, что у каждой плавник надо закрепить в теле как свой. Да. А зачем? А потому что, чтобы не смело было. Ну, смотрите, значит, я крупная, большая рыба, ну, пускай не на 100 км, а на километр 100 км, сейчас, да? Значит, плавник вот так, как на холине, вот на эти плавники, и я решил повернуть. Для этого ещё достаточно. Я взял вот так плавник и развернул против потока. Вода на плавник так, куда мне плавничать, пусто он не нашел. На этот плавник вода не дает, а вот на этот плавник. И меня же взял. А если бы у вас не было за пределентом, плавник его просто оторвало? Разумеется, просто оторвало плавники. Вот теперь плавники, которые идут вдоль позвоночника, как положено. Внутреннюю часть луча, за что проще всего эти части зацепиться? За отростки позвонков, конечно. Так, позвоночник, это самая устойчивая часть нашего тела. Классно. А только ли такие плавники есть? Вот в Аме у Южной Рыбы хорошо видно. Есть плавник сверху, он называется спиной, плавник сзади называется хвостовой, и плавник снизу называется анна. Вот это непарная красивая плавник. А теперь смотрим, а где-то ещё какие-то? Брюшные. Для поворотов. Для поворотов. Две пары, брюшные и грудные. А если они пары, они прямо под позвоночником или с бюджетной стороны? Вопрос, за что цеплять будем? Ведь с тормацией. Как-то делается кольцо. Костно-костно. Так вот, у всех парных плавников рыб, возникает своя собственная система крепления. У хрящевых рыб это хрящевая пластина, у хрящевых костная. И запомните такое слово, очень важное. Вот такая система крепления плавника, находящаяся внутри тела, её, кстати, снаружи видно или нет? Она же внутри тела, конечно, не будет. Называться будет поиск конечностей. А тот парный плавник, который торчит на улице и хорошо виден, как будет называться? Конечность. Свободная конечность. Догадаетесь, после того, как некоторые сумасшедшие рыбы, ну, это было достаточно давно, в серединке палеозоя, решили выходить на сушу. Во что превращаются парные плавники? В конечности. В конечности. В лапу. Так, в результате два главных блока в теле, точнее, в скелете любого позвоночника. Осевой скелет, это череп, позвоночник, грудная клетка. И скелет конечностей. Пояса конечностей и свободные конечностей. Как рыбий плавник превращается в лапу? Ну, во-первых, а так называются живые существа, предки которых как раз и попробовали из водной среды переходить на берегу. Яшечки? Нет. Амфибия. Амфибия совсем не яшечка. Давайте подумаем. Есть нормальное живое существо. Все его предки жили в воде. А ему захотелось освоить берег. Какие проблемы надо решить? Ну, дыхание. Во-первых, дыхание. Ну, просто дыхание системы рыб, жабра. На суше пересохнет и животное погибнет. Сделать движение. Движение. Да. Потому что делать более муф. Зачем? Потому что... Потому что... Ну что, в воде двигался и на суше будут двигаться? Не сегодня, пея или не выгоните, не выгоните на перемещение по суше. Ну, вообще, надо вам сказать, что современная рыба, разумеется, не все, да? Очень неплохо движется по суше. Угри, допустим, даже когда их никто не гонит. По полтора-два километра из верховья ходит вдаль у верховья другого. Вполне себе проходит. Естественно. Ну, еще, когда влажность повыше. Дышать они при этом будут не жабренно. Жаберная крышка будет закрыта. А сквозь кожу. Значит, поскольку у них кожа без киши, шуярный шаг. Да? Значит, да. Ну, вот, а прийти? А прийти? Да, прийти. Да, прийти, чтобы лапы не убили. Да, ну, возможно, это развитие, потому что в воде там практически ничего не везет, а на суше у нее вес растет. Да, очень неплохо, очень неплохо. Ну, младшая практика совсем больше. Пока еще не слышала про Архимедову Сиду. Дело в том, что любой предмет в воде, ну, скажите, синий китай, самый большой у всех зверей, как далеко существовавший. Вот он отдыхает, у себя в океане где-то висит, а я взял под него весы посуду и пробую взвесить синего китайца. Вопрос, сколько покажет висит? На практически ничего. Молит. Если он висит в воде, так, это значит, он вытеснил такую же массу воды, а в собственный вес. Так что, вот такая сила, которая выталкивает тело из воды, была впервые описана дяденька Архимедова, первая сила, поэтому называют это Архимедова сила. На любую рыбу действует Архимедова сила, и поэтому под водой рыба еще не весит. А как только вырезал на суше, что выяснилось? Выяснилось, что у нее китайцы массы. Очень даже весит. И сила плотников, которые хватало в воде, на суше окажется совершенно недостаточной. Поэтому необходимо усиливать элементы плотников скелетные, усиливать мускулатуру. А теперь вопрос. Вылезла рыба, поняла, что там плохо, тяжело, перегрузки, как космонавт, сидит и усилием воли усиливает скелет. И усилием воли наращивает мускулатуру. Когда я говорю, надо усиливать скелет, надо усиливать мускулатуру. Спрашиваем, надо, а как? А просто вы живете, наверное, живете, такая сильная мускулатура рыба. О, господа, в этой паре породили две конкурирующие эволюционные идеи. Ползать. Идея Ламарка. Берем для жизни тренируем систему. Упорно тренируем, тренируем, тренируем. Системы с того посередине и помощи. У меня рождается ребенок. Уже я не передаю все результаты от тренировки. Он тоже тренируется, тренируется, тренируется. И в результате у внука система еще уношена. Управлены еще. Скажите, пожалуйста, вы английский знаете, немецкий, французский, китайский. А вы уверены, что в вашем роду ни один человек не владел лучшей тематикой, не знал китайский, испанский, немецкий или еще что-либо? Нет, не знал китайский. А вы это знаете? Нет. А как же так? Нет. Нет. Родители, родители это освоили. Нет, знания, которые передаются, а нет, которые они не делают. Ну, приведите пример, пожалуйста, знания, которые передаются. Ну, рефлексия. А это знания? Гены. Еще хуже. Гены это знания? Нет. Нет, так знания вообще не передаются. Передаются возможными физическими признаками. Да и то не все. Знания передать нельзя. Да? И в семьях математика рождаются не более одаренные математические дети, не в этом дело. Передать. Как математика реформируется? Дело в том, что сам семейный контекст, с самого рождения детеныша находится в семье, где разговоры подразумевают математику. Только и все. Ровно так же с семьями детенышами. Вот такие способности по наследству не передаются совсем. Да. Нет способностей. Скажите, пожалуйста, на самом деле, ваши родители, так, каким образом могут что-то передать вам? Ребята, папа дает одну клетку и мама вторую клетку. Так, и из союза этих клеток вырастите вы. Из союза половых клеток, заплутворенной половой клетки, разоверитесь вы. В результате, в реальности, что передают? Да только ту информацию, которая записана в яблоках. Все. А там, знаете, и промышление, и ничего. Серьмейшие отставали в жилье. Ну, вот это другое дело. А тут брались сильнейшие. Они очень быстро плавали. Они крутились и куда плавали. А потом, выходя на сушу, они были укреплены. Вот классно. Значит, вы у нас юный лонарк. А вы даже не юный Дарвина. Вы, так скажем, бульгарный терминист. Начало 20-го века. То есть, весь Голливуд Собяковым вы сейчас представили одной фразой. Которая звучит следующим образом. Выживает все и лучше. Ребятки, вообще-то, Чарльз Дарвина был исключительным человеком и глупостей никогда не говорил. В частности, он никогда не говорил «выгач». Значит, никогда не говорил, что выживает сильнейший. И никогда не говорил, что человек произошел к обезьяне. Так, дело здесь совсем другое. Они сильнейшие выживают, так кто? Они сильнейшие выживают. Приспосабливаем для данного фраза. Тот, кто лучше всего приспособлен к данному моменту, к здесь и сейчас. Иногда выгодно быть сильным, иногда выгодно быть умным, иногда выгодно иметь высокую скорость реакции, а иногда выгодно иметь низкий уровень обмена вещей. К силе это все отношения не имеет никакого. Быть приспособленным можно статусом, к питью разными путями. Ну а теперь интересно, а кто бы в такие различные? – А каждый левый родитель решает? – Решает, сидит в виде решает. – Сидел на брызгах. – А там в виде только один кинский. – Один? – Указываем, указываем. – О, ключевое слово. – Указываем. – Разумеется, а мутальцев что-то от нас? – Указываем, это изменение? – Случательно изменение? Вот, они случайны. Они случайны. То есть можно ли предсказать, какая именно мутация происходит в следующий момент? Нет, не предсказываю. Хорошо. А есть вот что такое апгрейд в компьютерной системе? Да. Сенсорное поколение. Вы меня поправили. Не кнопочная, а сенсорная. Классно. Вот апгрейд производится в следующий момент. Открыли крышку на своем компьютере. Набрали самых современных деталей. Вот просто самых современных. Встали в трех метрах. И стали из-за всех швырять этими деталями по компьютеру. Ну, вообще с некоторой вероятностью. Плата оперативной памяти, которую вы швыряете, может выбить старую оперативную память и встать на ее... Знаете? Может, вероятность этого события какая? Ну, вы миллионы компьютеров по урону идете, прежде чем их произойдете. Понятно? Вы смотрите. Все признаки наследственной программы вашего тела подвлажены одна под другую? Да. Вы уже живы. Это значит, все они работают взаимосвязанными. Да? А теперь, какая-то из программ случайно поменялась? Скорее всего, это приведет к улучшению работы организма или нет? Нет. Ну, вы... 50 на 50. О, 50 на 50. Нет. Тогда бы вы каждый второй компьютер ломали, да? Один из двух ломали, а второй бы он улучшали. Вот 50 на 50. В реальности у вас так будет? Нет. Да нет, конечно. Практически все мутации, они вызывают только улучшение. То есть, в основном, когда дальше нет. Один из двух ломали. Один из двух ломали. Большая часть мутации, на самом деле, слабо отрицательная. Надо очень здорово уполнаться, чтобы сильно отрицательную мутацию работать. И очень редко случаются мутации, дающие положительные. Классно. Значит, к слову, господа, как по-вашему, сколько вот здесь в зале стоит страшных ГМО? Вы наверняка уже слышали, что самое страшное на свете это ГМО. Мы все. Да, ребята, разумеется, мы все ГМО. Абсолютно все. К слову, модификация, что значит? ГМО генетически модифицированный организм. Генная относительственная программа. Модификация? Отлично. Вот, если бы наши гены с поколением в поколение не менялись, вот, в череде ваших требов, где мы не менялись, как бы мы здесь все выглядели? Одинаково. Мало того, что одинаково. Как? Тем бы мы были? Одинаково. Какими рыбами? Вы что ж? Одинаково. Одинаково. Причем даже не элкариотами, даже не протистами, а прокариотами, бактериями. Так? Так? Так что, ребятки, прежде чем говорить о вредоносности или полезности человека, есть одно первое условие. Надо с темой разобраться самому полностью. Понимать, что вы говорите. Ну, а иначе превратитесь в трансляторы всяких глупостей, которыми сейчас сеть забита, вы просто глупшие. Так? Хорошо. Вот мы с вами поговорили. И вот и получается изменения. Самое главное приспособление, которое получают те рыбы, которые полезли на суши. Обратите внимание, плодник у них получил складную ножку. Вот смотрите, как плодник у них получил. Это серия лучей, на которые должны быть перебомки надежны. А теперь, вот видите, вот этот вот сосуд с таким голубоватым содержимым. Это не кости, это хрящ. Гранит на воздухе нельзя, потому что сразу окислится, сожмятся, потеряют воду и так далее. Значит, это лапа японской саламандры. Вот давайте смотрите, разведенная в сторону пальца. Значит, на самом деле, это бывшее основание плодникового плодчика. А вот те кости, которые образовали предплечье и плечо, это основание плодника только не таких рыб, а кистепёрковых. У них все эти косточки уже складываются ещё в воде. Хорошо. А вот эти большие пластины, которые над вами, с вашей точки зрения, на что? Это то есть пояс передней конечностью. Под плечевую сторону, назад, к позвоночнику, уходит один или иной пояса, бобобка, а кистинное кольцо, на которое и опираются эти механические. Классно. Значит, получили. Ну а теперь давайте смотрим, что же из этой конструкции можно сделать. Вот здесь вот лягушечки сейчас. Медные лягушечки. Два скелета лягушечки. Значит, вот такие, кстати, череп у всех амфидий современный. Монолитные или там больше дырок, чем костей? Да. Да, конечно. Дело в том, что у амфидий совершенно идиотская вентиляционная система. Они очень плохо дышат. Да, они должны глотать воздух. На самом деле это рыбий приём дыхания. А при этом нельзя сделать хорошего воздуха. Значит, поэтому для того, чтобы всё-таки глотать побольше воздуха, у рыб растягиваются воздухами. Вы знаете, как широко разошлись нижнюю частью сустава. Гигантская волка. Так? Значит, ну если бы весь череп был целой костюмой, смогла ли лягушка поднять такую свою волну? На нее. Нет, она же на воздухе. Здесь архимедовая сила не работает. Поэтому большая часть черепа составляют окна. Очень широкие. Пространство между костями. А вот ниже черепа, что это за две пластины такие? Вот эти пластины действительно лопатки. А теперь попробуйте найти лягушек ребра. А они спрятаны? У ребра были. А они спрятаны? Они спрятаны. Спрячьте свои ребры. Попробуйте. Ну а вы это видите сейчас? Я-то допустим вижу. Ваши ребры. Для меня это не проблема. Так нету амфибий ребра. Они их лишились. А проблема объяснить очень просто. Почему амфибиям пришлось лишаться ребра? Вот скелетами. Ребра видите у нее торчат вниз от позвонков? Классно. При этом рыба полезла на сушу. Плавники у нее в самом начале достаточно сильные, чтобы хороший опор давать или нет? Нет. Рыба вылезла на сушу, а плавники плохо держат. И она ковыряется, пробует куда-то ползти. Какой риск возникает? Сломать ребра. Да не сломать ребра, а упасть на бок. Подпорки боковые плохо держат. Что надо сделать, чтобы от тебя... Ну надо убрать лишнее куски. Надо центр тяжести снимать. Если вы превратились в широкий плоский алатий. Вот скажите, что проще перевернуть на бок? Бокон колбасы или алатий? Ну конечно, я взял чуть портанул, а он покатился. А Алатий чуть портанул, а он бежит. Я его посильнее, он все равно бежит. Почему? У него хочет опор огромный. Что мешает первым наземным раскатиться по земле? Какая деталь скелета мешает? Ребра. Ну ребра-то с боков позвоночных торчат, защищая окна. Поэтому у амфибии ребра редуцируются. Исчезают совсем. Нет. Это совершенно безумие. Но лягушка, когда прыгает, плюхается прямо на течень. Если бы вы попробовали это сделать, вы два травматического панкреатита умерли в течение недели. Они как-то умудряются отходиться без этого, я не очень понимаю как. Но у них внутренние органы без защиты. Послушайте. Что? Что? Нет, там хитрее. Там передняя лапа. Ну а вот теперь наконец. А в том среднем, в котором вы начали. Смотрите, вон там вот. Значит, на картинке, которая под вон 45 градусов стен. Это кто? Динозавры. Разные динозавры. Разные динозавры. Знают что. Так. Ну ладно. По виду динозавры не было. А кто знает, к какому классу животных относятся динозавры? Пресмокающиеся. Пресмокающиеся рептилии. Первые настоящие цари суши. Анфити не очень точно конструкция. А вот давайте смотрим. Вот небольшой варанчик. Серый варанчик. Так. Череп, лапа, длинный позвоночник. И что? Хвост. Ну, хвост. Это отдел позвоночника. Лёбра. А как же так? Рептилии происходят и там фибии. А фибии лёбра потеряли. Но рептилии, они заново отрасли. Это новые лёбра. Совсем не такие, как были у гребок. А, да. Рыбьи лёбра перерастают по звонку неподвижно. Рыба лёбра неподвижна. А вот эти, а мы от них происходим. Да. Мы происходим на крептилии. У нас рёбра подвижные. А это даёт совершенно гениальное... Хвост не подвижен. Значит, у нас с вами, да, в норме, наши с вами хвост не подвижен. Кстати, а хвост у людей действительно? Нет. Да. Нет, нет, нет. Тут свет есть. А, да. Один позвонок. Не один позвонок. В среднем четыре, но бывает три, а бывает пять. Нет, перескет это, конечно, не хвост. Значит. Если я хочу хвост для... Наши, малюшенькие, редуцированные хвост называются копочки. Значит, снаружи, на поверхности тела, он не виден по одной простой причине. Значит, ну-ка, посмотри друг на друга и на меня. Скажите, а где должна быть расположена мышца, отводящая ногу назад? Вот так. Это и есть большая ягодичная мышца. Она крепится вот здесь к тазовым костям, а снизу к тазовым. Отлично. Вы когда ледите, прыгаете. А вы четырьмя конечностями полкаетесь сегодня? Только двумя. Только двумя. Либо поочередному, пообщавному. Да? А нормальное зверьё? Четыре дня. В результате толчок это как раз вот это движение. Отведение ноги на стол. У кого из всех животных сильнее всего должны быть развитые ягодичные мышцы? У гепарда сколько? Человека. Четыре. А они значимые? Конечно. А сильная мышца это всегда толстая мышца. Не длинная, а толстая. Представьте себе гепарда с выкупой полки. Здесь совершенно невозможно. А мы с вами не можем иначе. Даже мы иначе каких бы не смогли. И где наш хвост? А хвост прятался между половинкой ягодичных мышц. Поэтому на ручку он не торчит. А всё связано с конструкцией тела. Итак, в рептиве заработают вторичные ребра. Ну а теперь посмотрите вот на этого друга. Это кто? Грионик. 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 Мягкотелые черепахи. А вот теперь давайте посмотрим. А ещё уже построен из каких деталей сам панцы черепахи устроят. Здесь хорошо. А откуда они взялись? Это ребра, это позвонки, это грудина. Они просто расширяются и срастаются друг с другом. При этом поверх них, конечно, возникает и покровная костная пластина. Но основа панцы черепахи – это, конечно же, ребра, грудина и позвоночник. Теперь вопрос. Грионик, кстати, не умеет делать. А большинство наземных черепахи вполне хорошо втягивают голову и лапы под панцы. Вопрос. А как же они это делают? Шея у них позвоночная. У них что, не нравятся позвонки? Черепахи умеют прячать голову под панцы. Втягивают. Ну что, каждый позвонок взял как-то? А может, как-то... А может, позвонок будет отдельная панца? Конечно, изгибают позвоночник. Причём две разные команды среди черепахи. Одни изгибают, делая вот такую вертикальную петлю позвоночника. А другие разворачиваются правой щепой вперёд. Сгибают горизонтальную плоскость шеи. Бока шеи черепахи. Есть такие? Хорошо. Ну а теперь... Общая справочка с теоретиками дана. И теперь уже пошли широким просмотром. Значит... Как положено? Что это такое? Читать его умеет, это чудесно. Обвините, надо... Вон там, наверху, черепа баранов. Так? Серна, архар, это оленчик какой-то. Не так важно. Значит, можно ли было бы сделать вот такую штуку? Взять и выставить только пару челюстей баранов. Верхнюю и нижнюю челюсть. А почему нельзя? Они сидят. Верхняя челюсть у всех, кроме рыбы. Что сделала? Она переросла к черепу. А вот у рыбы челюсти не переросли. Они подвешены под череп. Как она распахивает пасть? Мы с вами как распахиваем пасть? Вот так. Мы опускаем нижнюю. А она обе. Поднимает верхнюю и опускает нижнюю. Поэтому, несмотря на то, что рул колокола внизу, нижнюю, нужно ли ее переворачивать, чтобы захватить дозунчик? Нет. Если вы подняли верхнюю и опустили нижнюю, вы атакуете прямой. Никакой переворот не нужен. Так. Ну, это не стилетики. Значит. Ну и давайте солдаты. Значит, змеи, кто такие? Змеи. Змеи – это рептилии, которые… Кстати, змеи происходят очень поздно. Тогда, примерно тогда, когда вымирают последние динозавры. Так? Значит, самый конец мезозор. В чем особенности? Лишились лап. Причем не только свободных конечностей, но даже поясу. Да? И совершенно фантастический череп заработали. Что бросается в глаза, когда смотришь на этот скелетик лужа? Ну, лап нет, ладно. Ребра по всей длине. Это у всех рептилий. Рептилии просто так обрадовались, когда у них произошло вторичное ребро, что ребра у них стоят везде. У них есть шейные ребра, грудные ребра, поясничные ребра и даже хвостовые ребра. Ну, у змеи, разумеется, есть. На череп посмотрите, что не похоже на остальное змею. А, не в этом дело. Нижняя челюсть посмотрите какая. Она на две половинки развалилась. Можете ли вы взять и вот так раздвинуть усилия нижнюю челюсть? Нет. Нам надо раскидывать. В чем дело? Складывается нижняя челюсть у всех, конечно, двух половинок, левая и правая. Но у нас эти половинки срастаются неподвижно. Синфис нижней челюсти. А у змеи там стоят растяжимые связки. В результате что может сделать змея? Расширять рот. Ну, может ли вот такая толщина змея проглотить добычу размером в мой кулак? Да. А вы? Нет. А вы ведь не такого размера. Вы слегка побольше. Почему я могу проглотить? Вот. Значит, в чем дело? А змея надевается на добычу. Переваривает. Нет. Даже переваривать надо сначала, чтобы добыча оказалась пищеварительной стеной. А попробуйте засунуть объект, который по диаметру больше, чем ритовое отверстие в несколько раз. Вот такая нижняя челюсть, которая может расходиться на две половинки. И после этого змея проталкивает себя, надевая себя на добычу. Таких челюстей больше, пожалуй, у кого нет. Вот эта сухопутная черепашка, у нее, как видите, коропав свою пласту. Ну, вот панцирь треоникс, он перевернут. Треоникс – это кожатые черепахи. У них панцирь оброс вполне себе чувствительной кожей. Поэтому, если потрогать, он мягкий снаружи. Значит, как вы видите, костяная его конструкция ажурная. Видите, вот такие обороны. Вот здесь хорошо видно, что в основе панциря что? Позвоночник и ребра. А между ними стоят такие костяные заплатки. Покровные кости. А у сухопутных черепах зарастает и последний ряд вот этих окошек. И панцирь становится монолитным. Вот открытый панцирь сухопутной черепахи. Гластроном отделен от коропавца. Хорошо. А теперь от рептили происходит млекопитающая млекопитающая и птица. Ну, птица – это своя песня отдельно. Млекопитающая. У рептили на змею, смотрите, на эту игуанку. Ребра по всему позвоночнику. А у нас у млекопитающих? Нет. Только в грудном отделе. А почему? Ведь в брюшном отделе очень важный орган. Почему снята защита от брюшного отдела? Скажите, я считаю слабоподвижное существо? Попробуйте, вы поймете, слабоподвижное существо. Нет. Ребра не мешают любить, конечно. А почему же пришлось снимать за рюк? А, живорождение. Рептилии откладывают яйца и размер каждого яйца ограничен. Так? Млекопитающие перешли к живорождению. И размер плода, который формируется в матке у мамы, так? Должен он такой... Ну, покажите, пожалуйста, руками, какого размера новорожденный человек. 50 сантиметров. Ну, правильно. Примерно правильно. Примерно неправильно. А ведь, ребятки, к такому телу надо найти место внутри тела матери. Что при этом произойдет со всем районом, тем районом тела, где матка находится? Он должен... Хорошо. А если вы засунули этот участок в жесткую коробку зверя? У вас кто-нибудь родится? Нет. Нет. Конечно. Просто никто не родится. Нет. А вот такой вот. Ведь он же млекопитающего не жизнеспособен. Да? Значит. Итак, все предки млекопитающих лишаются брюшных ребер. Остаются только грудные. Значит. Ну и давайте пойдем посмотрим, какие у кого скелетные фокусы. А, ну это интересно играть, кстати. В Крыму или на Кавказе, вообще в Южной районе, а, кстати, в Греции, в Турции, в Израиле, если кто был, кроме Крыма и Кавказа, желтокузиков. Никто никогда не видел? Нет. Нет. Ага. 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 Вот скелет. Значит. Ага. Это не змея. А вот это не змея. Это ящерица. Дело в том, что не у всех ящериц есть ноги. У нас, кстати, есть еще одна, уже прямо в Подмосковье. Не то, чтобы часто встречается, но встречается. Веретеница. Да? Змееобразное тело, без всяких лап, не очень большая, вот такой длиной. Значит. Но это никакая не змея, это ящерица. А как это лечить? Веретеница. Так. То есть вы встретили кого-то в лесу и... Подожди, подожди. Дай-ка я посмотрю, какой у тебя череп, да? А вот не убивая зверьё, как можно отличить? Он потолще нет? Нет. Ни при чём. А вы все похвастали. Ящерица. Ящерица представляете себя? Да. А змеи хотя бы немножко. Ящерица моргают или не моргают? Ага. Да. Моргают подвижные веки. Змея. Нет. А у них прозрачная века приросла в поверхности глаза. Так что, если есть подвижные веки, всё это не змея. А во-вторых, у ящериц снаружи уши видны. У всех обязательно видны. Два отверстия вот здесь. Ушных раковин, конечно, нет. Но вот внешние слуховые ходы отлично видны. А у змеи? Нет. А у змеи нет. У змеи нет. У змеи нет. У змеи не взросли. Так что, если вы видите какое-то зверьё, у которого отверстие на голове за глазами, так это не змея, а это ящерица. При этом ни в Европе, ни в Азии ядовитых ящериц нет. Просто нет. Значит, одна группа есть в Америке. Едозубы. Значит, в Метске. Едозубы неприятные ребята. Но в Европе ядовитых ящериц нет. Так что боятся совершенно ничего. Хорошо. Давайте дверься дальше. Ты помогаешь? Так. Ну и давайте к скелетам крупных млекопиталей. Крупных млекопиталей. Знаете? Ага. Бедный соблезубый тигр. Так, по-вашему, судя по множественной встрече, сколько весь скелет? Пять тонн. Пять тонн? Конечно, это одно. Три. 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 Так, представьте, хищника настуют по тяжелому скелету. Он прыгнуть сложно. Ну, сверху вниз. Да. Сверху вниз. Один раз. Очень хорошо. Значит, обратите внимание на этот сверхмассивный череп. Какой силу мышцы надо подвести, чтобы просто работать такими челюстями? Гигантские. Значит, ну и зачем же хищнику такое безоградное? Ой, зубы, кстати, не тупые. Значит, у этого гиппопотапия, то есть бедемок. Да? А какой группе, какому отряду млекопитающих относится бедемок? Нет. Такого отряда травоядного нет. Грубо говоря, кто его родственники? Причем близкие. А, кстати, киты, да. Как это ни странно. В последнее время данная молекулярная генетика показывает, что киты и совершенно странная компания происходят. Не, ну, знаете, хорошо, знаете одного родича гемотов? Нет, кошки, конечно, нет. Не, ну, заруби, нет. Свиньи, ребят, свиньи. Почитайте пальцами ногами. Четыре отчетное число или нечетное? Четное. Четное. Парно-копательное. Да. В Кантайне парно-копательное. Кроме гемотов и свиньи, что еще находится? Корома, то есть бычья. Лошадь. Лошадь. Олени. Оленя. Антилопа. Ось, это просто крупная лента. Антилопа. Ось. Нинья Биржуна, свою компанию. Один. Так вот, значит, где-то порядка сорока киротики, десяти миллионов лет назад, Достаточно близкий родче с ней гемоты, гемоты и полуодном образе. Стали все на большее и на большее время уходить в море. И дали начало какой группе? Китообразные. Китообразные, это на самом деле, они внутри парнокопытных. Внутри всей группы парнокопытных. Большой локом гемотик. Не так, ближайший родственник. С копытами у киса не сложилось. Вы считаете пальцем на нем? Четыре. Разумеется. На самом деле, если сравнить черепа, то черепа очень сложно устроены. Просто у гиппатана расширение самых передних костей произошло. А конструкция черепа принципиально. Ну а теперь ваше предложение загнать одну компанию с лекомом и носорогом. Четыре. Это как раз носорога. Вопрос о росте. Если бы отпилили, было бы видно место, где произведен расширение. Рог не волос. Рог из волос. Ну, рог это не костяное, а роговое образование. А это рог у носорога очень достаточно? Все зависит от привычек данного конкретного носорога. Скажите, у вас ногти очень узкие? Нет. Нет. А если вы их будете точить? Да. Да. А если вы, наоборот, будете вот так возиться в киске, постоянно их стачивая? Нет. Вот совершенно тупо. Носорогу рог зачем нужно? Что по вашим оружиям? Нет. Да, разумеется. Часово. Хорошо. Роговое оленя – это оружие? Нет. Да. Да. А вы попробуйте кого-нибудь такими рогами забодать. У оленей совершенно другое оружие. Кстати, совершенно страшное. Грозное оружие. Какие копыта? Забыть. Нет, передние. Передние копыта у лося, допустим. Ну, по сути, делают два боевых топора. Работая передними ногами, лось без всякого труда для себя, просто прошибает череп волку, если волк один. В одиночку волк на лоси никогда не попадает. Стави загнать можно. Значит, ну, копыта лоси – это страшное оружие. А рога зачем нужны? Турнирное оружие. Да, это турнирное оружие. Такая форма рогов нужна для чего? На самом деле, как выясняют мужики среди всех оленей, чей козырь старше. А падаются – это что такое? Это – уперлись лбами друг в друга, да? И пытаемся столкнуть. Привозумно. Да, 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 конечно. Только сумоисты не лбами толкаются, а слегка по-другому. А тринц-прома – то же самое. Ну, а теперь, когда в бомб уперся, есть опасность, чтобы взял и скользнул в сторону. Чтобы не скользнуть зацепку на тремя. Да. Но хорошо ли будет, если входит в таких турнирах, будет происходить смертельный исход. Один из соперников погибает. Для вида это выгодно или нет? Да. Правда? Нет. То есть взять всех своих перебить, и это будет оптимальный случай для вида. Да нет, конечно, смертельной борьбы у животных, как правило, не бывает. Это у людей. Хотя люди и говорят что-то про звериную жестокость. Но говорится это от того, что современные горожане просто не понимают, как живут звери. Жестоких зверей не бывает по определению зверей. Так. Смертельная борьба. Скажите, пожалуйста, волк, когда убивает зайца. Это он делает из-за того, что он такой злой и жестокий? Нет. Да. Скажите, вы когда в универсал или ваша мама в универсал ходит, она делает, потому что она злая и жестокая? Нет. Ну это ровно то же самое. Просто волчий универсал с длинными ушами не бегает по боксу. Хорошо. Вы считаете количество пальцев у носорогов? Три. А у пакетмонта? Три. А три это четное или не четное? Нечетное. Непарнокопытное. Кроме носорогов, кто является непарнокопытным? Лошади и осны. Идите сюда. Один. 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 Где два? Один. Один. А теперь подойдите вот отсюда сзади и посмотрите. Один есть. На заднем ноге тоже видно. Не, ребят, три. Один. Смотрите на мою руку. У непарнокопытных вот эти два пальчика исчезли. Три остались. У носорога все три опорные. Да? Да. Значит, он опирается на все три. У лошадей вот эти два начали уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. В результате опор на сколько пальцев? На один. Один. Один остался. А вот от этих двух остались моргусенькие остатки. Вот они. Он, видите, как такие небольшие костяные шпильки висят. Вот это остатки как раз от двух боковых пальцев. Называется грифельная кость. Хорошо. Считайте по-русски. Вы же теперь знаете, как это его считаете. Видите? Ну, покажите, где третий. Два. Три. Три. Рис. И по костям что-то. Миллион. Да. Примиллионов. Да. Посмотри, ну, на самом деле. На что раз Ave appetite. Вот она, эволюция ноги лошади. Бесконечность. Я нет. Обратите внимание, вот трехвала опорная лапа. И посмотрите, боковые пальцы укорачиваются, перестают быть опорными. Ну и вот там самая правая экспонатика. Это как раз один луч, единственный опорный луч. В ноге современного уровня. Видите, сбоку две стены и штыки. Это остатки боковых лучей. Хорошо. Ну и сейчас к одному, еще неожиданному. К другу пойдем. А потом еще к одному неожиданному. Да. Вон, 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 дверь с длинной шеей. С вашей точки зрения кто? Обратите внимание, какие у него странные... Здесь одну заднюю лапу снега. Осталась только одна. Уверяю вас, в норме там две лапы. Значит, просто одну заднюю лапу снега. А кто такой сенчик? Медведь. Ага, медведь. К слову, действительно более-менее близкий рочь медведя. Хищник. Ну, да, очень. Только не из отряда хищных. Это крупные чулени с Дальнего Востока. Вот так выглядят скелеты чулени. Ласта. Да. Обратите внимание, в основе ласта что лежит? Ровно такая же рука, как у нас с вами. Да? Немножко под другим угом развернулись пальцы. Ласта. Не вот так ладонь, а вот так. Сдорно отошла. И всё. Укоротилось плечо, укоротилось предплечье. Очень большая лапа. При этом пальчики не отделены друг от друга, а вот эта кожная пластина срослась и дождалась у вас. Смотрите, шея маленькая или длинная? Длинная. Очень длинная. Вопрос зачем? Разумеется. Питается-то рыбой, да? А рыба в воде существует очень лёгкая. Ну и скажи, какой массивный зверь самец силы, считай, на полтонны. Может ли он с такой же лёгкостью поворачивается, как антикет? Да нет. Келу всё разворачивать не трудно. Но как оконится бы он? Головой крутит. Головой крутит. Головой крутит. По отношению отдела очень лёгкость. Очень хорошо. Раз, это абсолютно у всех пластоногих. Классно. Ну а что вот это за гидом? Головой крутит. Слон? Нет, дать ни слова. Слон был бы другой совершенно череп. Морская корова. Морская корова. А вот это, ребята, грустная история. Ни одной живой морской коровы два века как на нашей планете нету. Да, не местные жители, а не царо-сияне, которые приезжали на Командовские острова ради охоты на морских котиков. Местные жители, во-первых, в районе Командорских островов никаких местных жителей нет и быть не могут. До того, как командор Биен в своей экспедиции не попал на эти острова, они были необитаемыми. Людей там не было. И как раз в грежных лобах жили морские коровы, как называли, капустницы. Потому что питались они исключительно морской капустой. Морской капустой. Морской капустой. Вот. Значит, вот это гигантская селена. А кто знает, можете сказать, что я знаю, где остались селены и землями. Не такие. По длине почти в три раза короче. И в Южной Америке раз. И в Австралии два. В Агентине и в Дюгоне. Да. Они тоже травоядные. Они какие-нибудь отличные. Все селены. Можки коровы. Иногда так не бывает. Корова на корову есть. Значит, кстати, у всех приглевших народов будет мясо очень тень. Скажите, у травоядных будет ли когда-нибудь мясо с резким запахом? Нет. Ну, не случайно же в Европе обратить внимание, чье мясо мы едим. Мясо хоть одного сычника. Ходит ли в наше военно-время? Нет. Ну, на самом деле, если не будет есть пазы, если найдет, никаких проблем с этим не будет. Вот. А в основном, конечно, травоядные. Конечно, травоядные. Поэтому мясо тюлени, если бы вам предложили, вы бы здесь не смогли. Пахнет рыким жиром со страшной силой. Так, запах этот, ну, мягко говоря, это вообще ужас моего детства. Ходитно. После военного. Ложка рыбьего жира, который необходимо выпивать, чтобы быть там здоровым, стильным и так далее, это кошмар. Знаете, и вот у всех существ, которые питаются рыбой, так, бургань, их сало похожего, имеет ровный тот же самый запах. А бургань нет. Мясо, оно все похоже на тебя. Вполне себе качественное. Ну, и напоследок. Подолгоем про слонову. Про ноги об слонову мы с вами говорим. А теперь на череп только слонову посмотри. О, сразу вопросы возникают. Во-первых, а что из себя представляют слоновые дырни? А какие зубы? А ведь у всех не капитальщиков. Так вот, не вы, не вы, не вы, не вы, не вы, не вы, не вы. А у слона это риски. Это самая передняя пара, центральная пара. Да, 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 да. Которая выдвигается. Кстати, а корень зубов, где у него кончается? Ну, ясно, что у любого постоянного зуба есть корня. Вот здесь кончается. Между глазницами, вон там, у основания черепа. Ну, просто если у вас зуб вот такой длины, рукоятка у него должна быть, дай Бог, быть. А я начну просто выводить. Так? Хорошо. А сколько зубов, плотов, слона? Считайте. Два. Четыре. Два. Бигни не считаем. Да. Четыре. Четыре. Два сверху, два снизу. Каждая из этих зубов больше, чем ваш сандай или ваш кроссовок. Значит, вот такого размера. Весит килограмм два с половиной. Весит килограмм два. И переживание слоны совершенно нормально пережевывать ветки в мою руку полчина. Если вы попробуете нашими человеческими зубами переживать такую ветку, у вас не очень много слонов. Да? Знаете, человек. Но дело в том, что полный зубной ряд слона не уступает человечеству. 32. А часто 1 на 4. Где остальные? А, вон, Валентин. Они все превратились в большинство. Не, не так, не срослись. Другая идея. Слону не страшен зубной пальчик. Дело в том, что основная пища слона, значит, кроме веточника, это еще трава. Особенно у саванных фолн, травянистая растительность. Ну и как, по-русски, слон кофе по одной травинке аккуратненько щипает. А как он питается? Взять таким муцерком за травой он не может. Поэтому надо ложиться и ползать по земле. По-русски. По-русски. Он делает, по-русски, вот такое круговое движение. Собирает пучок травы, дергая. И скажите, трава, только стебли, вот таким образом слон, с корнями. А на корнях что там? Земля и песок. Поэтому слон отряхнул, конечно, отряхнул. Ударит этим пучком и тебя помогает. Да. Причем при этом еще вот так приподнимем стопу, чтобы удар пришел по его косу. Ну, на самом деле, это уплощенная пучка. Отряхнул и в руку. Следующий пучок, отряхнул и в руку. Скажите, в такой стратегии можно ли совсем стряхнуть кусок? Нет. Отлично. А что будет, если вы начнете есть ябу с песком? Ну, будут стачиваться зубы. Стачиваться зубы. При этом на какую часть зуба больше нагрузка падает? На самую переднюю или на глубокую? На самую переднюю. На самую переднюю. Поэтому, как слон отрях. Передняя половинка зуба у них время стачивается. Укорачивается. А сзади, из челюстной кости, наступает следующий зуб. Он в это время начинает расти. В результате тот зуб, который во рту, укорачивается, укорачивается, укорачивается. Но за ним место не остается свободным. Там нет другого места. Следующий зуб выдвигается, выдвигается, выдвигается. Когда предшествующий, все, стерся. На его месте следующий зуб. Понятно? Да. Ну да. Нужен ли при этом зубной врач? Нет. Совершенно. Совершенно. Кстати, кто знает, кому еще не нужен зубной врач? Ну, во-первых, у всех грызунов зубы самые заостряющиеся. Ну, если грызуна посадить на диету с песочком, то зубной врач очень даже понадобится. В грызуне зуба этого не нужно. Угу. Вот так начались. Хорошо. Допустим, вот этот зуб она сломала. Зубой был. А из этого ряда вывернулся следующий. И встал на его место. А получается? Значит. Да. Причем количество рядов, а пол несконечное. В глубине челюсти рождается все новые и новые ряды. Так что при такой стратегии никакой зубной врач не может. Почему? Угу. Из висковой створки. Из висковой створки. Из висковой створки. Из висковой створки. Не починили. Хорошо. Ну, пойдемте лечить. Это не желудок, тем более. Это около жаберной корзины. Жаберные мешки находятся внутри этой корзины. А мышцы то стягивают ее в руки. Тогда все с давлением в мешках. Почти нуля. Давление увеличилось. И вода выталкивается от жаберных мешков. А если расслабить мешки, упругие хрещи становятся трудные. Это переспособление перед дыханием. Такое шанс. Вот это самая древняя исходная конструкция. Мышцевая. Без челюстной. Никаких челюстей, как вы видите, нет совсем. Грубая хрещевая основа присутствует. На входе. А с той точки зрения, какие рыбы крупнее? Осетровая или акулая? За двумя исключениями. Есть двумя исключения. Гигантская акула и ситровая акула. Ну, это ребята уже размеры с китообразом. А все остальные акулы, конечно, крупные. Есть и мелкие. Есть и мелкие. Ну, метр. Это небольшая акула, как раньше. А какой длина и ситровая бывает? Какую массу бывает? Значит, больше, полная. И длина от меня, вон да. Что самое крупное из ситровых? Кстати, у нас в России. Вон сей, да? Классно. А ситровый тунец в России. Здесь, что ни слова, то подарок. Белуга. Значит, белуги обитают в последнем Каспийском море. Взошли белуги на ситровой. Это действительно сверхбегантная. Да? Значит, но на небе, что идут в реке. Ну, вот здесь не уже. Это белуги. Это белуги. Да. Ну, в Казанье, допустим, в Казанском музее. Чучьеву ее уже два раза больше. Когда ее поймали, это была Санта-Белугия, значит, 12 бочек черной экраны из одной рыбы. 12 больших бочек черной экраны. Ну, бочки у них там были, вот, в Казанском море переведены. Скорее, что 500 килограммов. 6 миллионов. Мой богатый теперь. Да. А ну, по-моему, вон, 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 вон. Слушай, это жесткая. Это не мальки. Да, это вон, вон. Слушай, там были такие. Сами маленькие, наши. Знаете, есть такая река Волга у меня сутка. В нее залезет подвозная волшка. Потому что они только и другие. А вот на этот череп смотрите, это сказка не череп. Чечереп? Акул-боклот. Молотоклот. Череп у него в последнего постяга, в ушедшую сторону, но в ноздри нам не снижены как раз на эти две крайние позиции. У них, да, ну и блокнот. Но, кстати, скажите, для океанической специфики, какие у вас важны? Глаза и моря? В море. Конечно. В воде дальше, чем на 20 сантиметров, убить ничего нельзя. Причем никому ничего убить нельзя. Вода не настолько прозраивается, насколько вода. А вот химические вещества в водных растворах распространяются чудесно. Поэтому обонение разумеется в десятый раз важнее, чем прибыль. И звук очень хорошо. Поэтому рыба не нуждается в специальных органах типа ушей. И обменивается звуковым сигналом. Вообще, говорят, нем как рыба. Не совсем верно. Рыба это очень балпирный народ. Они говорят на такой частоте, которую мы не слушаем. Рыба под названием «Пила». Знаете? Ну вот это, самое разное пищевое как раз. А вот это чье украшение? Ничего себе меч. Интересная форма меч. Пила. Я рыба под названием «Пила». Я рыба под названием «Пила». Зачем мне ей здесь? Вот, зачем? Для этого я спрашиваю. Меч рыба всех колет мечом. Бела рыба всех распиливает. Во-первых, представьте себе, вы повисли в океане с ножовкой в руках. Вот вы просто висите в океане с ножовкой. Перед вами плавает кусок еды. Не в этом дело. Как вы его перейдите? Вам есть обо что переться в океане? Ага. А если вы две запоры пилите? Чему это приведете? Просто оно захалывается. Ну и будете вот, хорошо, нахалывая. У вас торчит вот такая вот вещь из носа. Рук у вас нет. И вы взяли что-то туда нахалывая. И дальше соите слюной, потому что перед глазами висит. А съесть гарантированно нельзя. Вопрос. Ребята, это лопатка. Это лопата. Почему? Лопата для стапывания рыхлого дна. Для того, чтобы доставать оттуда без позвоночника, которыми она используется. Только и все. Так что все эти мечи, пилы и так далее, это орудия труда. Это лопатка. Это лопатка не уходит. Это лопатка. И вот так же как у Белого Гелиарнова, а посмотрите, он начинается с такой несистой ножки. Из тела торчит такая ножка, а ушка от ножки отходит в санклажник. Так вот, эта ножка склонная. В чём дело? От одни креста. Вот как раз из таких поднеполков формируются конечности наземных позвоночников. Алтимерия — это современная кистепережная рыба. Но это не наш прямой предок. Алтимерия в другой группе относится. А наши прямые четвертые предки — это другая шаманда. На самом деле, единственный вид крокодилов, который обитает не только в пресноводных водоёмах, но и выплывает иногда на сухие двумя просморяя и океаны. Значит, поэтому распространение и в Австралию, и во всей страны, и в Любово-Восточной Америке. Так? Вот вся эта зона — это зона вселенной. Значит, прежде неоднократно наблюдали бои, а тут крокодилов у нас. Догадайте, вот в океане. Что вы хотите видеть? Крокодилы. Значит, артемия клавиона. Артемия очень жёсткая конструкция. Она очень плохо умеет маневрировать, на самом деле. Крокодилу отлично маневрировать. Ну, при том, что шкурство у него бронированное. Вот видите вот эти вот выступления? Да. Снаружи-то они покрыты, конечно, роговыми петлярами, но основу выступления — вот такая косточка. Косточка. Да, косточка. Да, косточка, прямо в коже. Покровная косточка. Так? Они связаны связками друг с другом. Такая вполне надёжная костяная броня. Так что акула взять, в смысле, крокодила взять и ножом вот так проткнуть. Проткнуть. Невозможно сошелить. Пасть — это, значит, пункт туда, да? Ага. Скорость реакции у них хуже, чем у вас. Что сделаете? Вы их, если кто-нибудь возьмёт вас, там халится просто. Желающих засунуть крокодилу в руку в пасть, мне как-то лично видеть не прекрасно. Спасибо. Спасибо.